Для начала представьтесь. Сафонова Ольга Викторовна. Что вы делали у Алексея Геннадьевича? Я делала у него абдоминопластику и репоксацию 10 дам. Неплохо, хороший, хороший объем. Как вы пришли к тому, что пора и как вы выбрали доктора? Я давно эту операцию планировала, около двух лет, потому что я как бы поправилась в связи с гормональным обменом при климаксе. Выбирала я доктора долго. Брянским врачам я была под сомнением, скажем так, 50 на 50. Потом Светлана Сремникова, тоже ваша пациентка, сделала репоксацию, выкладывала в instagram stories. Она моя клиентка. Вот, стали мы с ней общаться. Я подписалась на доктора, внимательно следила за сторисами в ютубе, по всем его каналам. Вот, приняла решение, что это мой доктор. А в какой момент вы поняли, что вот точно? Сразу. Я по гороскопу рыбы и у меня интуиция, чуйка сработала. Вот это да, здорово. В итоге у нас прошло с операцией около четырех месяцев. Ну, как вы себя ощущаете теперь? Хорошо. Долго рассказывать, конечно, стоит. Восстановительный период был очень тяжелый. Я знала, на что шла. Я приняла решение сразу. Я даже нисколько не колебалась, что я буду делать эту операцию. Вот. И, как бы, она меня осчастливила. Я стала чувствовать себя по-другому. Я могу нагнуться, завязать ботинки. Мне не мешает живот. Я прекрасно себя чувствовала на море. Пускай, как бы, я, ну, в комплекции еще, да. Как бы, вес у меня, ну, похудел немножко. Но я чувствую себе легкость. Я могу повернуться на бочок. Я могу полы помыть. Не шваброй, скажем так, а руками. В общем, мне легко стало. Вот. Поэтому я осознанно пошла на эту операцию. Тяжелый был очень восстановительный период. До слез, до нервов. Но я писала доктору. Я благодарна очень ему, что он всегда был на связи. И вы, Роман, всегда были на связи. Отвечали на все вопросы. И доктор мне произнес такую фразу. Вам сегодня легче, чем было вчера? Я говорю, да. И он говорит, так вам будет с каждым днем легче, легче. И, как он мне пообещал, я через две недели вышла на работу. Потом я стала работать. Вы знаете, работа у меня, как бы, тяжелая. Вот. Я старалась себя физически оберегать. Но я вышла на работу. И потихонечку, потихонечку, потихонечку. Мы даже съездили, да, хоть на море. Чувствовали ли вы себя увереннее? Конечно. Даже взгляды мужчин, несмотря на мой возраст. Муж немножко преревновывал меня. Это было приятно, наверное. Да, конечно. А какой женщине неприятно? Даже и мужчинам приятно, когда обращают внимание. Это я знаю по-своему мужу. Безусловно. Вот. Так что я благодарна очень доктору за то, что он сделал меня красивой. Конечно, восстановление было, да, долгое. Не все прошло гладко. Вы знаете, что у меня скапливалась сирома. Но это, как бы, я ездила к вам на откачку жидкости в клинику. Благодарна очень клинике здоровья за то, что они, как бы, всегда очень внимательно относились ко мне. Но то, что у меня скапливалась водичка, это моя личная, как бы, пререгатива. Это мой организм. У меня проблемы с лимфой. Вы знаете об этом. Это у меня проблемы еще с детства. Так что у меня все прошло замечательно. Ну, еще будем восстанавливаться. Мы вас никуда не отпускаем. Я думаю, уже реже буду к вам приезжать, потому что у меня все хорошо. Но только по хорошему поводу, я думаю, да? Да. Спасибо вам, Ольга, большое. Еще один вопросик. Просто вот такой человеческий. Посоветовали вы Алексею другим? Да, я многим советовала. И уже, по-моему, три человека от меня, по-моему, трое, да, уже сделали операцию. То есть вы прям расположены к нему максимально и не рекомендуетесь восстанавливаться? Да, да. И до сих пор рекомендую. И, по-моему, те, кто тоже сделал операции, вот Антон, да, он тоже очень счастлив. Но Антон не выставляется. Ну, Антон у нас отдыхает, наверное, еще нагонит. Ну, это я лично с мединой, поэтому мне, как бы, я могу. Хотя меня, как бы, осуждали. Осуждали? Да, в соцсетях. Как тебе не стыдно в твоем возрасте выставлять свою попу, но пока сыр? Ой, это завистница. Я так считаю. Я тоже так считаю. Просто у них нет такого доктора. Я стала не нравиться, не смотрите, отпишитесь. Почему женщина, там, даже мужчина, да, не может взять пример с меня и сделать такую же операцию, сделать себя счастливым? Антон тоже очень счастлив. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!